Вслед за госсекретарем Керри и министром обороны Хейглом вице-президент США Джо Байден стал самым высокопоставленным представителем американской администрации, заявившим, что режим Асада применял химическое оружие против собственного населения. Вот что он сказал. Нет никаких сомнений в том, кто несет ответственность за это ужасное преступление. Это сирийский режим. Мы знаем, что только режим Асада применял химическое оружие, применял его в прошлом и неоднократно. Только у режима есть такая техническая возможность. И только правительственные войска наносили удары по местам, где было применено химическое оружие. Президент Обама считает, и я считаю, что те, кто использовал химическое оружие против беззащитных мужчин, женщин и детей, должны понести за это ответственность. Судя по выступлению Байдена, решение о применении военной силы в Сирии еще не принято, но, вероятно, будет принято в ближайшее время. Добавлю, что, несмотря на все обвинения в адрес Башара Асада, пресс-служба Белого дома сегодня заявила, что речь не идет о смене режима в Сирии. Задача мирового сообщества – разрешить конкретную ситуацию, в которой имело место нарушение норм международного права. После выступления вице-президента США слово остается за главой государства.